Как объяснить тому В которые нас бросила война Я помню всех, кого сегодня нету Кто рядом шёл наперекор судьбе Они ушли однажды в это небо И небо их оставило себе Мне допели, не договорили Нам каждая минута дорога И поднимая в небо эскадрильи Летим на запад, чтобы бить врага Давай с тобой выпьем за победу Она придёт немного, погоди Внизу наш дом, а это наше небо Мы никому его не отдадим Повторяю вопрос Песок в самолёт ты насыпал? А чё песок-то? Я бы вас своими руками всех давил Силы были бы, если бы Ну, это я уже понял Так ты или нет? Сам знаешь А почему ты именно этот самолёт выбрал? Так чё? Чё и выбирать Какой ближе был и всё А ты понимаешь, что тебе за это будет? Чё ж непонятно Сам будешь стрелять Или позовешь кого Ну, ладно Куда сыпал? В самолёт С какой стороны у самолёта бензобак? Чего? Спрашиваю горловины бензобак у самолёта с какой стороны? С боков Сам знаешь Ну, понятно Здрасьте, баба Валя Муж-то моего Расстреляют, поди Да ну, зачем вы так сразу-то? Разберутся, расследуют Да Я знала Всё к тому идёт Что муж Что сын Два барана упрямая И тому говорила С немцами не ходи И другому головой думай А кто Кто меня слушает Напрягись, вспоминай Дед был один Один Дед был один Кроме него никого не было Мальчишка Деревенский прибегал Хотел на самолёты поглазеть Но мы его не пустили Потом дед появился Один дед был, точно Что за мальчишка? Ну, рыжий этот Шугаевской хозяйки сын Ага Ладно Увести Давай, повели Что, сволочь, добегался И сына твоего поймают Помяни моё слово Да шо ж вы творите-то? Дед старый не соображает ничего А вы его под автоматами Нашли с кем сражаться Подождите, подождите Отпустите старика И так смерть его скоро Дождите Где надо разберутся Подожди Отпустите Продождите Продождите Отпущу Так что, тебе решать Чего решать? Ты что натворил-то? Это я песок-бензовак подсыпал Так Чего вы его слушались? Веди куда вёл Стой, стой Мы, когда обход проводили Они меня близко к самолётам не подпустили А потом на деда отвлеклись Я их подсыпал О, деревенька! Одни фашистские недобитки И что ешь, что пацан Это кто недобиток? Это Егор Недобиток! Дочерь к партизанам не сближалась Спасибо, что его догнали И к мамке отвели Егор Зачем песок подсыпал? А ты чё к моей мамке в койку лезешь? Немцы были, пальцем не тронули А ты? Это правда? А муж где? Папка воюет Он мне письма пишет Он герой А ты больше к мамке не лезь Вот что, Егор Послушай меня внимательно В следующий раз ответишь, как взрослый А сейчас мы тебя отпускаем Так, майор, что значит отпускаем? А с фактом вредительства что делать? Все, успокойтесь Спишем На отказ техники Ну, Шубаев, устроил ты нам Отрезать бы тебе твой пулемет Сама не воевать, а не давай Ну, все, дед, ты доигрался Давай перейти в новую быструю днику Давай За все Открывай За все За все хорошее, что этот гад сделал для советской власти Отошли отсюда, закрывай давай А что? Лейтенант, машину Разошлись, я сказал Так, все Разошлись Расходимся, расходимся Возьмите Возьмите Ну, я думаю, что я люблю Субтитры сделал DimaTorzok Ну что, спасибо за хлеб, за соль. За все спасибо. Иди уже. Добавляю. Доктор, а какой у меня срок? Месяца два, два с половиной. А что ж теперь мне делать-то? Ну, в первую очередь, никаких тяжестей. И я думаю, что надо всем уже сказать, потому что скоро станет и так видно. Господи. Ну, что вы так расстроились? Отправим вас домой, там и вам будет лучше. И ребенку. Это что же вы такое говорите-то? Как же лучше-то? Там скажут, в Подоле принесла. Бышный такой позор. Кто отец-то, знаете? Знаю. А я знаю. Доктор, миленький, я вас очень прошу, вы только ему не говорите, хорошо? Он просто… Он меня сразу отправит от греха подальше, а себе другую найдет. Хорошо. Только помните, никаких тяжестей. ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА Продолжение следует... Продолжение следует... Вина! Венесей! Буговой, командир отряда. Здравия желаю. Лейтенант Дементьева, вы меня простите, пожалуйста. Никогда не знаешь, кого встретишь. Своих или засаду. Да мы сами не знаем, кто в наш кострец прилетит. Или посыл получше, или пулеметные очереди. Вот это вам боеприпасы. Боеприпасы? Здрасте. Хлопцы, давай-ка разгрузимся. Это в штаб. Так. Только долети обязательно. За эти бумаги строй моих парней погибли. Да, батарею для рации привезли. Привезла. Ну и отлично, жить можно. Матвей по светикам. Вчера наши ребята вот здесь вот, на немцев наткнулись. Склад они там поди устроили. Склад тут охраняется хорошо, на зенитах не видно. Так что если сверху, да, обложили нас тут крепко, из леса никто не вывезти. Ага. Вот наши мальцы вчера в Алексееву ходили. Так местные говорят, что два дня мимо них танки шли и пехота. Два дня или две ночи? Да две ночи, конечно. А откуда? Две ночи спать не могли. Хаты отрещали от танков. Так куда шли? Да куда шли? Да вот на север, вот по этой самой дороге. А куда свернули? Хрен его знает. Куда? От нас их все это разведданок требует, понятно? Разворачиваем его, ребята. А хлопцы моих киснут. Для этого специально люди нужны, обученные. А парни мои что, лежат себе в болоте в кустах и поглядывают, кто куда пошел? А понадобится кому? Или за зверя комаров кормили? Непонятно. Ну конечно понадобится. Результаты будут. Ну да, надеемся. Все. Удачи вам. Ну давай. И тебе не хорать. Держитесь. Когда улетит, тушить костры. От пинта. Уходим скорее. Колонна через Алексеевку прямиком в закрытый квадрат шла. Похоже на то. А со складами что будем делать? Да не знаю я. Немцы разгружали тяжелые ящики. С чем ящики? С тушенкой или с боеприпасами. Используя маскировку, пытались подойти ближе. Ну как понять, есть там зенитки или нет? Ну а если нет, замачивало было бы ударить и… Не терпится орден на грудь прицепить. Пусть начальство решает. Дементьева! Разрешите. Дементьева, завтра опять на У-2 в дивизию. Есть. Виктор Степанович, разрешите обратиться? Ну? Разрешите поменять позывной? На какой? На… Диану. Диана? А это в Древнем Риме была такая богиня охоты. Похоже, у нас комсорг Дементьева богов уярвала. Твое позывной тебе решать. Только позывной менять – плохая примета. А я в приметы не верю, Виктор Степанович. Разрешите идти? Иди, богиня. Есть. М-да. Так, что у нас в итоге? Как машина? Все в порядке. Жень. А? Ты в дивизию летишь? Да. Передать что-нибудь? Да не. Жень, возьми меня с собой стрелком, а? Ну, как я тебя возьму? Здесь опыт нужен. Жень, ну я ж пулемет лучше любого стрелка знаю. С закрытыми глазами. Соберу, сберу. Возьми меня. Не знаю, не знаю. Спроси у гонящего, если он разрешит. Ты дяги проверила? Конечно. Ну, давай ключи. Есть там еще? Держи. Все, давай, собирай. Ага. Давай. Давай, давай, еще. Еще. Павел Алексеевич, ай к вам. Здорово. Ну? Хочу с Дементьевой стрелком лететь. А ну-ка зайди. Зачем тебе это? Ну, как, война скоро закончится. Вот будут у меня дети, что им скажу. Всю войну обслугой проработала. А так, может, на медаль какую налетаю. Будет с чем домой вернуться. Медаль? А ты знаешь, что их бывает? Посмертно дают. Ну, так лететь-то по талам в дивизию. В эфир, ну, скажите, что я полечу и все. Ну, чего вам стоит? Павел Алексеевич, ну, не отказывайте. Я же вам ни в чем не отказываю. Вас ждут. Разрешите? Входите. Гвардия старший лейтенант Дементьева, 206-й, а-ля Болк. Вот пакет командиру дивизии от подполковника Конищева. Давайте, он давно ждет. Вы подождите, ответ будет. Сходите пока в столовую. У нас как раз обед сейчас. Угу. Да у них тут город целый. Дивизия. Варька. Варька. Ты, ты, ты что ли? Варька. Господи, с самого начала войны не виделись. Это моя одноклассница, лучшая подруга. Это Женя, я у нее стрелком летаю. Здравствуйте. 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 Жень, тогда идей есть не хочу, я с Варьков болтаю. Ладно? Ой. Ты мне скажи, ты еще про кого-нибудь из наших знаешь? А, про Васюку Дерягина слышала. Он Героя Советского Союза получил. Молодец. Молодец. Ты сама вон, вон стрелком летаешь. Ну да. Боюешь по-настоящему. Ну да. А я вот при госпитале. С ранними только. Как я рада. Да. Улица ты, улица широкая моя, от травшка муравшка… Честно скажу, моя вина. Вы когда мессеру жопу-то срубили… Я вини, отпусти меня. Где же ты? Висти! Висти ты. Ты же хотел воевать? Хотел, и что? Так, вот и будешь. Как? По-настоящему. Залазь. Будешь придан в помощь техническому составу. Первая задача – тщательно протирать окна кабины. Лучше дайте мне пулемет заражать. О, брат, ты ж ничего не знаешь. Чистые стекла – это важнейшее дело. Правда, товарищ Маслов? Чистая правда, товарищ Угаев. Хорошая видимость для летчика – это главное условие победы. Правильно? Правильно. И не только стекла можно. Можно краску поправлять. Звезды на фюзеляже рисовать, инструмент подавать. Ну что, остаешься? Остаюсь. Понятно. И не сыпь мне песок в бак больше. Понял? Да понял я. Ну-ка. Борь, это Женька? Точно Женька. Механик, за парнем пригляди. ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА Что? Что? Врача, быстро! А ну-ка! СТУК В ДВЕРЬ Держите, держите, держите. Тихо, тихо, тихо. Ноги. Давай, держи. Бери, бери. Вот сразу ее в тыл отправлять. На силу в тыл. Осторожно, осторожно. Она не умрет, а? Она мозг потерять может. Она беременна. Давай быстрей. Я здесь, слышь, да? Быстрей, быстрей, ребят. Давай быстрее. Давай. Заноси. Давай. Заноси. Сейчас я. Сейчас. Разрешите? Заходи. Из дивизии ответ. Себя-то не вини. Я не могу привыкнуть, что люди умирают. Только не надо хранить раньше времени. Она беременная была. Так что все равно одного человека уже нет. Ладно, иди. Абрамов. Я. Водевай свою Кулакова ко мне. Есть. Ну, что они там решили? Разведка по складам. По складам. Так. Ну, что, по маршруту есть вопросы? Никак нет. Теперь, ваша задача – посмотреть, какое у них зенитное хранение и есть ли оно вообще. Полетайте над Квадратом. Покувыркаетесь у них на глазах. Если заработают зенитки, постарайтесь понять, сколько стволов, какого калибра, откуда бьют. Если мастера поется, в бой не вступать. Вопросы есть? Никак нет. Свободен? Есть. Водю вас. А. Ты че награду не нашишь? Виктор Степанович, как не нашу? Аня у меня всегда с собой. Вот мешочки. Не пылятся, не царапаются. Поведь в берегу. Завтра чтоб надел. Есть. Давай, удачи. Хорошее задание. Покувыркаться подпольями, собьют, не собьют, да еще и доложить, из какого калибра сбили. Ленька недавно сказал, у нас как в цирке. Смертельный номер под куполом, без страховки. Слушай, а в цирк когда ты выходил, забыл уже? Интересно, сейчас в цирке работают или тоже на фронт все ушли? Самолет к вылету готов. Ну да. Силачи, артиллеристы, пушки таскать. А того мужика с завязанным глазами, который наше кидал, того в разведку. А фокусника по хозяйственной части. СМЕХ А клоуны по политической. Громче ори, чтобы уже все услышали. Ладно, полетели. Товарищ капитан. Все. Нормально. Товарищ капитан. Товарищ капитан. Товарищ капитан. Товарищ капитан. Товарищ капитан. Товарищ капитан. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА И низко летали, и ничего. Да быть такого не может. Сейчас немцы сказали, на, бомби. О, без соштаба. Сейчас все скажут. Ну что? Завтра на спровождение с пешками пойдем. О! Отлично. А, кстати, товарищи и некоторые господа, а вы знали, что у Пе-2 в гидросистеме спиртоглицериновая смесь? Да, из нее бомбардировщики ригер делают. Шасси называется. А вот это повезло. Да не завидуй. Только в этом и повезло. А так они в управлении тяжелые. Вон их на разбеге сносят. На посадке козли так, что винтами землю цепляют. У них каждая третья потеря не боевая. Он вроде пикировщик. Но если у немцев, юнкерс, с трехсот метров бомбу бросают, точно танковую башню, то наши пешки с полутора километров. Иначе из пике не выйдет. А то и бомбят с горизонтального. Ты эту пропаганду брось, а то наш дружок Терентьев услышит. А, а вот это слышали? На пешке летать все равно, что тигра в зад целовать. И страшно, и никакого удовольствия. Ты что прегратишь-то, а? Ты как? Как себя чувствуешь? Пить. А, сейчас, сейчас, сейчас. А где у вас вода? В кувшине. Налейте. Все, оставьте нас. Есть. Вот, держи. Нельзя, Люсь, нельзя. Доктор сказал, как очнется, попросит пить, не давать. Вот я тебе так. Вот. Держи. Так лучше. Простите меня, Павел Алексеевич. Да ты что? Простите. Ты чего? Ты живи, главное, хорошо? Хорошо. Как война закончится, я тебе найду. Обязательно. Хорошо? Ну, все. Будем отправлять. Сейчас. Обязательно. Берите. Берем. Готовы? Да. Взяли, взяли. Сейчас. Сейчас. Аккуратно. Завесите ноги. Подняли. Осторожно. Давай. Давай, давай, давай. Осторожно. Давай. Давай. Так, держи. Давай. Принимай. Взял. Осторожно. Давай. Доктор, она опять сознание потерял. Это от боли. Ничего, она молодая, сильная. ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА Да полчаса там кружили. Чуть не между деревьями летали. Тишина. Ни одного движения на земле. А может, нет там ничего? Дорога там сильно разбита. Кругом не одна деревня, а колея по пояс. Думаю, тяжелая техника ходила. Ну, ладно, идите. Все на ужине уже давно. Есть. Давай-ка еще раз глянем. Колея по пояс. И речка рядом. Внимание, входим в район бомбометания. Внимание, входим в район бомбометания. Подходим. 8 километров до цели. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Держать боевой курс! Держать боевой курс! ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Черт! Попали в бас-нарадиатор! Попали в бас-нарадиатор! Как понял, дракон? Протяни, сколько сможешь, потом прыгай! ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Косматый, ты где? ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Косматый, ты где? ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Косматый, я тебя не вижу! ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА Кажется, ты где? Кажется, сел на минное поле. ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА Так, сиди там! Никуда не дергайся. Что-нибудь придумаем. Дергнешься тут. ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА Я за ним полечу. Я полечу. Почему? Потому что он мой ведомый. Он мой друг. Я понимаю, товарищ лейтенант, для вас слово «ведомый» ничего не значит. Знаете что, товарищ капитан? ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА 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 И как вы собираетесь его забирать? Там метрах в пятидесяти южнее проселочная дорога. Я сама видела, ему бы только до нее добраться. А если там тоже мины? Вряд ли, товарищ подполковник. Ну, а откуда такая уверенность? Других вариантов нет. Тот же. Ладно, раздумывать некогда. Шугаев полетит. Есть. Выполняй. ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА А почему Шугаев? ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА Потому что я так решил. Свободно. ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА Есть. ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА 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 Что, ебать, спорят? Давай быстрее! Черт, спорят! Угарать, что у тебя дети претебрится! Ну, спит той, что в рубашке родился! Есть? Есть! Живые, черти! Спасибо! В следующий раз аэродром-то получше выбирай! Вот какой злой! Борь, ну, расскажи, как ощущения-то на пусте Фоминова поле кататься? Щекотно, знаешь! Щекотно ему! Товарищи лейтенанты! Шугаев и Маслов! Вас командир полка вызывает! Есть! Есть! Пойдем, мы проводим! Пойдем! Борь, она тебя позвала! Правда, что? Да! Позвала! Я бы тебя по-другому не стал бы тащить сюда! Да! И аккуратней с ней! Не надо ей говорить, мол, ты меня позвала и я пришел! Надо ей щадить девичью гордость! Ты лучше скажи, мол, ты сам пришел! Понял? Понял! Слушай, а вдруг выгонит меня? Почему она тебя выгонит? Если она тебя позвала и ждет! И это, Борь, не надо на нее бросаться, как на амбразуру! Видишь, она тоже дикая! Что значит дикая? Галя! А пойдем к девчонкам сходим? Да, пойдем! Лид, мы это, мы к девчонкам надолго! В общем, пойдем! Ты слышишь меня? Да, слышу! К девчонкам, ага! Ты очень красивая сегодня! Чего? Я говорю, красивая ты сегодня очень, Лида! Да! Вечер добрый! Здравствуйте! Мальчики! Ну что? Галя! Постой-ка! Короче, зайдешь, начнешь говорить с ней по душам! Возьмешь за руку! Если руку не уберет, дело пошло! Уберет руку, ничего страшного! Действуй дальше! Ты слышишь? Понял? Нет! Пошел! Пошел! Вы же сказали, что надолго! Вы? Ну, да! И что? Ну, вот! Пришел! А чего надо? Ну, в общем, я… Я, ну, проходил мимо и… Зашел! Так, а надо чего? Вы же сами-то позвали! Я? Ну, да! Мне Шугаев сказал! Как дети, ей-богу! Извините, пойду я! Стой! И ты как ребенок! Товарищ капитан, разрешите обратиться? Чего тебе? У меня вопрос по политической части! Да погоди ты, мне с Леточенко поговорить надо! Так она в сторону штаба пошла! Как вы с ней разошлись? Да! Да! Пойдемте, я вас провожу, а вы мне как раз все объясните! Ну, давай! Что за вопрос? Ну, у меня вопрос по поводу наших союзников! Ну? Советский народ! Все как один! Воюют! Третий год уже! Они не собираются открывать второй фронт и не собираются! Ну, а что это за союзники такие? Пойдем, а? Нет, вы мне объясните! Спасибо! Спасибо! Субтитры сделал DimaTorzok